Что теперь? Становятся декорациями. Лучшие постановки по произведениям великого классика ежегодно демонстрируются здесь, в родовой усадьбе писателя. В программе сразу два совершенно разных спектакля Анны Каренина. Болгарский театр «София» привез классическую версию. Режиссер старался максимально точно следовать сюжету Толстого. Труппа из Латвии перенесла действия романа в наши дни. Их постановка называется «Анна Люболь». Зритель должен сам решить, о чем она – о любви или о боли. На самом деле это две Анны. Я показываю ее внутренний мир. Она разрывается между разумом и чувствами, иногда еще даже и страхом. И когда одна сторона хочет быть в безопасности, другая заставляет ее принять совсем другое, импульсивное решение. А этот спектакль – интерактивный. Тут билеты не в зрительный зал, а на сцену, которая в этом случае – лук на окраине усадьбы. Его название – аббревиатура, которую с легкостью расшифруют знатоки биографии Толстого. В романе Анна Каренина Левин, признаваясь в любви китти, в волнении пишет буквы мелом на столе. Именно так сам Толстой делал предложение Софьи Андреевне. Он расшифровывается так. Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья. Мы решили провести такое исследование, в котором мы берем его советы о том, что такое идеальная семья. На каждую букву находим один из советов. Некое такое послание, которое отправил нам Толстой. А вот так романы Толстого звучат по-китайски. Актеры из Пекина репетируют аудиоспектакль. Зрительский интерес в этом году огромный. 10 тысяч человек, все билеты проданы, но и мы на этом не хотим останавливаться. В следующем году будем расширяться. И, конечно же, в Ясной Поляне все четыре наших важных площадки, они тоже в этом году задействованы и очень активно работают. Итак, кому кажется, что завещание старого графа находится в самом верхнем чемоданчике? Угадать, где спрятано завещание графа Безухова, как звали лошадь Вронского, какие города упоминаются в романе «Война и мир» для детей на фестивале обширная программа. И это не только спектакли, но и увлекательные квесты и конкурсы. Я много читала разных рассказов детских, но «Война и мир» пока еще не читала. Очень интересный квест поучить, рассказывают, о произведении я очень много узнала. Фестиваль в Ясной Поляне проходит уже в четвертый раз. Идея показывать постановки по произведениям Толстого в его родовом имении принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дзюмину. География расширяется, интерес становится со стороны творческих и театральных коллективов все больше и больше. Я хочу с уверенностью сказать, что фестиваль Толстой состоялся и стал событием на культурной карте России. В этом году прямо к воротам усадьбы от Тульского железнодорожного вокзала запустили бесплатные маршрутные такси, чтобы зрители смогли быстро и с комфортом доехать до Ясной Поляны. Театральный фестиваль Толстой будет продолжаться здесь еще два дня. Ирина Куксенкова, Максим Катаев, Егор Шелепов и Ирина Чучу. Первый канал Тульская область.